добрый день дорогие друзья мы приветствуем вас из города набережья челны из штаб-квартиры знаменитой команды КАМАЗ Мастер и наш новый цикл программ посвящен спортивному автомобилю этой команды всего за более чем 30-летнюю историю команды было создано порядка 60 спортивных машин специалисты команды выделяют 17 модификаций этих грузовиков и начнем мы наш рассказ ну с жемчужины этой коллекции которая по правилу находится в центре этой экспозиции экспозиции которая включает себя оригинальные машины которые выступали на гонках в разные годы на разных трассах экстремальных ралли-рейдов справедливости ради надо сказать что единственная машина которая была воссоздана не сохранилась до нас в оригинальном состоянии это как раз вот 4310s про который мы сегодня расскажем благодаря компании кариб партнера команды КАМАЗ Мастер к 30-летию команды был создан этот грузовик и это точная копия как я уже сказал машины которые 1988 году на первое международное ралли ралли ельч польши была отправлена командой КАМАЗ Мастер представляю наших сегодняшних экспертов ну что начнем у нас за спиной находится самый первый гоночный КАМАЗ в истории завода с которого началась история нашей команды КАМАЗ Мастер когда-то 1988 году этот автомобиль вышел с завода будучи абсолютно серийным обычным КАМАЗом 4310 затем этот автомобиль попал в руки энтузиастов работников завода у которых была мечта победить по самой сложной гонке в мире Дакаре может быть давай начнем смотреть эту машину со всех сторон судя по размеру выхлопных труб я думаю знающие люди уже обратили внимание и размеру баков понятно то что мощность этого автомобиля далеко не впечатляет что на самом деле так и есть и возможно запас ходу у него большой но скорость при этом была очень низкая по сравнению особенно с тем что показывают наши автомобили сегодня этот двигатель был слегка доработан для участия в гонках и путем небольшой донастройки топливной системы и турбокомпрессора с него сняли 260 лошадиных сил из остальных доработок можно отметить то что здесь была незначительно усилена подвеска и сделано несколько доработок в кабине связанных с безопасностью в первую очередь бросаются в глаза конечно же гоночные кресла ярко-красные гоночные ремни и каркас безопасности затем если мы обойдем машину спереди мы увидим дополнительную защитную дугу на которой стоит дополнительная оптика необходимая в темное время суток собственно говоря это все что было сделано с этим автомобилем перед тем как выпустить его покорять просторы гоночных трасс альберта рессоры это тоже штатная или доработанная модель она незначительно была доработана чуть-чуть повышена жестко ну и такая такой амортизатора ну довольно-таки хлипенький и всего лишь один да есть фотография где камаз это довольно высоко прыгает я вот вниз уже представить что было с ним после приземления это же на самом деле очень сложно представить какие ощущения были в кабине при этом но не так давно мне довелось пообщаться с владимиром гольцовым который был одним из первых пилотов этого автомобиля и он рассказал очень интересный нюанс про управление этой машиной из-за того что у него сзади балансирная подвеска то есть все четыре колеса связаны между собой и раскачиваются как детская качелька при прыжках задняя подвеска очень сильно стукала парами и тем самым разрушал автомобиль и себя и он выработал особую технику управления автомобилем перед прыжком и в процессе прыжка для того чтобы этого удара избежать когда автомобиль едет по неровностям очень сильно бросается в глаза то что рама автомобиля то вот эти два лонжерона которые проходят через весь автомобиль и на котором он на которых он собственно говоря собран они имеют очень низкую жесткость и автомобиль вот так вот весь скручивается на каждой кочке каждой неровности что конечно же очень плохо сказывается на управляемости ну и прочности всей конструкции в целом пока я ходил вокруг автомобиля меня все время не покидало ощущение что чего-то на нем не хватает и только когда я залез в кузов я понял что бросалось в глаза баллоны пневмоамппаратуры спрятаны в кузов вероятно для большей защищенности и развесовки также между ними расположены аккумуляторы еще в кузове мы видим запасное колесо которое естественно необходимо на гонках типа ралли рейдов и здесь также есть очень интересный аутентичный ящик с домкратом какими-то необходимыми тех же жидкостями о кстати говоря монтажка мы ее искали для того чтобы поднять кабину и показать вам что под ней что мы сейчас и сделаем сейчас кабин откидывается очень просто надо подойти справа сзади от кабины и нажать кнопочку но раньше все было гораздо сложнее и нажать кнопочки которую можно нажать просто не было и приходилось все делать вручную не сказать что это очень сложно но это явно гораздо дольше а если на улице еще плюс 50 перед этим ты проехал несколько дней сложной гонки задача усложняется многократно детстве когда у меня были игрушечные камазы где кабин откидывалась мне всегда было интересно что вот это за палочка торчит из двигателя которая всегда когда играешь с этой машинкой всегда ломалась загибалась и отваливалась теперь я знаю что это рычаг тпп кстати на который остается здесь на двигателе надо еще зафиксировать кабину вот таким образом чтобы она вдруг от ветра или еще чего не вернулась на свое место и прищемило тебя когда ты здесь копаешься итак здесь мы можем наблюдать камазовский дизельный двигатель объемом 10 и 8 литра и мощностью заводской мощности 210 лошадиных сил здесь как я уже упоминал мощность слегка подняли до 260 лошадиных сил двигатель v-образный 8 цилиндровый а система охлаждения довольно таки миниатюрная говорит о том что мотор не должен сильно перегреваться да и экстремальных режимах работать казалось бы она скорее говорит о том что двигатель не вырабатывает много тепла на соответственно много мощности и вот такого маленького радиатора более чем достаточно для того чтобы его охлаждать кстати говоря что интересно давление надувы здесь по-видимому настолько низкое что интеркуллер здесь просто был не нужен поэтому воздух из компрессора идет сразу напрямую двигать при желании можно проследить путь по которому вращение двигателя передается к колесам здесь сразу за двигателем мы видим коробку передач затем из нее выходит карданный вал который идет в раздаточную коробку раздаточная коробка распределяет момент между передним мостом вот этот длинный карданный вал и задними мостами в задних мостах система на самом деле достаточно интересная потому что карданный вал от раздатки идет средний мост а затем из среднего моста другой карданный вал идет в задний мост соответственно в случае отказа среднего моста отказывают сразу оба задних мостах уже шальберт большое тебе спасибо настало время ходовых испытаний я просто хочу обратить внимание наших зрителей на панель классическая приборная панель камаза переключателей ручка переключение коробки передач с делителем да но на самом деле это полноприводный грузовик каким бы он не был до какого года но он действительно может проехать практически весь день до завелся очень легко то есть видно что мотор работает как часы очень хорошая реакция на газ даже можно сравнить с нашими грузовиками чувствуется конечно газ механический более тяжелый что конечно же чувствуется что нога очень уставала вот тут уже так скажем три педали до механическая коробка передач сейчас у нас уже автомат уже есть некое отвыкание но тем не менее конечно органы управления тоже видно что чертами ход все равно здоровенные педали конечно да руль большой да конечно же кулиса рычаг не совсем спортивные но тем не менее для того времени я думаю отлично ну что мы едем ну видно что грузовик до маневренный так скажем конечно же руль очень большой что непривычно для спортивного мира ну все мы понимаем что это практически тогда еще наполовину серийный автомобиль это тоже радиус поворота но это все-таки трехосник который конечно же да немножко длинноват по базе но тем не менее передачи все включается и работает отлично сейчас мы попробуем его по амплитудам начнем мы с мелких вот мы подъехали к первым нашим амплитудам поехали так мало приятно конечно да мало приятно но не жестко да да сейчас мы попробуем поднять скорости проехать по более серьезным ну да здесь амплитуды посерьезней поэтому скорость выдержим поменьше тут видно уже насколько грузовик маневрен и его проходимость сам ощущение приятное для шеи да 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 огромное уважение наху ветерану конечно который на финале вот на таких машинах покорять мы можем немножечко разогнаться посмотреть динамику машины да и костера директор дакар придумал эту идею предложил участие в категории дакар классик пусть ты можешь взять машину выпуском 90-х 80-х годов заявиться на гонку и участвовать если все будут ровесники этого года командов насколько мы знаем татра было бы наверное интересно проехать даже пусть немного какой-то маленький спецучасток вот видно как этот отрабатывает вертикальные амплитуды то есть вполне реально можно ехать на гонку ретро не спешат не спешат да и я на самом деле немножко сейчас понимаю когда смотрю кадры когда вердоус кабиров владимир гольцов есть эпизоды когда они управляли этим автомобилем конечно для того времени это просто фантастика а так вот даже быстро руль крутишь и грузовик практически сразу реагирует да конечно по дюнам еще бы попробовать его как бы он поехал но зная что трехосники как говорил нам владимир геннадь чагин едут легче чем двухосники по песку а это трехосник поэтому думаю что получится ну вот у нас крайне амплитуды сейчас мы посмотрим это когда и слева и справа вертикальные нагрузки то есть мост полностью выворачивается передней и задней передней в одну сторону заднюю другую конечно тоже я смотрю что очень мягко идет машина и позволяет ехать ну вот мы в принципе проделали да есть маршрут немножко ищем динамики ну и чувствуется слышимость все-таки здесь еще кабины были обшиты и видно что да то есть шумоизоляция более такая получше чем в последних автомобилях где мы уже боремся за каждый грамм конечно же не позволяем себе такую роскошь но я доволен это фантастическая машина того времени просто я конечно прям удивлён если честно автомобилем мягко идет машина но не динамика хуже но что я заметил когда просто на асфальте какие-то мелкие выбоины там конечно удар чувствуется а когда вот стоит ехать по бездорожью по почкам машина себя совсем идет иначе но думаю достаточно спасибо огромное мне самому нравится этот проект уже что мы начали такой обзор спортивных машин команды камаз мастер и забегая вперед скажу что следующей серии смотрите про чемпиона ралли дакар 1996 года тоже гордость нашей синей армады мощнейший грузовик горбатый да его называют да а теперь горбатый спасибо эдуард до встречи следующих выпусках